Субтитры делал DimaTorzok Свежий огурец это 80% воды, он помогает избавиться от горечи чачи, не избавляя от вкуса винограда. Это своеобразное очищение вкусовых рецепторов, как, например, кофе для парфюма или же имбирь для суши. Что такое чача? Чача это виноградный дистиллят или просто в народе, когда будет самогон. Просто делается он только из винограда, ничего более другого. В Грузии, в принципе, около 360 сортов винограда. Из них на чачу и вино используется около 250-260, я уже точно не помню. Естественно, чача бывает как и моновиноградная, так и купажированная. Это как односолодовое виски и блондед, вот так. Также чача делается двух вариаций. Есть европейский стиль изготовления, есть грузинский стиль изготовления. Разница сейчас простая. Европейские методы изготовления это большие, огромные коммерческие компании, которые производят чачу на экспорт, бары, рестораны и так далее. Грузинский метод изготовления это чача маленьких продукций, в основном это домашний вариант изготовления, а домашний, точнее, чача, которая производится в Квебре. Квебре это такой глиняный чан, который закапывается под землю, там виноград бродит уже от 3 до 6 месяцев. Если же брать обычную чачу, там виноград может бродить месяц, и этого вполне достаточно. В обычном европейском методе изготовления виноград просто давит, сок отдельно для производства вина, виноградный жмых уже остается бродить, после чего отправляются в самогонный аппарат. В 2 стадии перегонки получается чача. Грузинский метод изготовления таково, что виноград отжимают, но сок от жмыха не отделяют. Это все закидывается в Квебре, помещается вместе с косточкой, вместе с кожурой, вместе с частью листы, которая туда попадает. Благодаря чему чача насыщается вкусовыми, точнее, виноград насыщается вкусовыми качествами, намного сильнее, намного обильнее. Вот, пить мы будем снять отсюда, и вот так вот пойдем. Первая чача, которую вы будете пробовать, это белый сухой виноград, который называется аркацители. Это самый распространенный из белых сортов винограда, но есть одно маленькое но. Это виноград, который слабонасыщенный, он не сильно выделяется по вкусовым качествам, и благодаря этому он обычно является основой какого-либо пожированного вина, либо же чачи. Пожалуйста, можете попробовать. Спасибо. Ну, чача. Запах на поине очень сильный. Да не, она не так сильно пашет. А можно я покажу, что это? Ну, на запах. Шаренький с сыром и орехами? Не-не-не. Что касается следующей чачи. Следующая чача – это тоже моновиноград, но уже другой сорт винограда. Называется он сапирави. Сапирави – это красный виноград, который намного сильнее насыщен по вкусовым качествам, нежели любой другой белый виноград. А когда он находится в кубажированном варианте, то есть он в любом случае выделяется много сильнее, и чача получается намного ярче, намного сильнее выделяется по вкусовым качествам. Что конкретно влияет на вкус чачи – это сам производитель и, естественно, сорт винограда. Вот это вот две одинаковые компании, первая и вторая рюмка – это один и тот же градус, это один и тот же технолог, просто заменили сорт винограда. Самый распространенный белый виноград и потом самый распространенный красный виноград. Пожалуйста, можете попробовать. Ну, да, это более другой вкус такой. Слаще, что ли, как сказать? Ну, и слаще. Вот другой, да. Ну, вот я никогда не говорю вкусовые оттенки, то есть какая чача должна быть. Ну, просто для каждого человека она разная. Ну, то есть кому-то нравится из белого винограда, кому-то нравится из красного винограда. Если я скажу, что, грубо говоря, там, ну, вот мне, если кажется, что белый виноград, он мягче, я скажу это человеку, а вот человек этого не почувствует, то получается, что я уже соврал. И поэтому, как бы, вкусовые качества уже судит сам человек. Ну, вы, наверное, правы все-таки, вот это вот, там, по-попадые. Ну, мне встречались просто люди, которые реально, то есть красный виноград оказался мягче, чем белый виноград. Нет, нет, здесь там. А? А вообще, по сути, белый виноград, я могу объяснить, почему он мягче, потому что он слабонасыщен. Ну, как бы, хоть... Ну, крепче, как будто, кажется, кажется, да. Но при этом у них одинаковый градус абсолютно, вот один в один. Вот. Следующая чаща, которую будем пробовать, это купажированный вариант чащи, то есть, что такое купаж? Это смесь двух или более сортов винограда. В данном случае у нас смесь трех сортов винограда. Это красный сапирави и два белых винограда, ракатстели и мцваны. Ракатстели сапирави, пойдемте, вы попробовали, тебе попробовать это вместе с таким интересным виноградом, как мцваны. Солнце, словно, с грудинского переводится как «зеленый». Это виноград, который растет там, где очень большое обилие солнечного света, солнечных лучей. Он насыщается этим солнечным светом, корочка у него становится сладкая, изнутри он остается кислый. И вот эта вот кислинка, вообще по-хорошему, в этой чаще прям чувствуется очень хорошо в самом конце после вкуса. Вот. Самым главным вкусовым качеством здесь, естественно, выделяется красный сапирави, так как он самый насыщенный и перебивает любые другие сорта винограда. А ракатстели просто является основой. Пожалуйста, мы тебя выбрали. Удивительно, но она реально разная вся. В конце я скажу, что это все одно и то. Да, 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 и будет весело, да. Просто я хорошо рассказываю. Не, ну может быть, это влияет на мозг, реально, слышите. Дали не забав. Самовношение, да. Самовношение, да. Ну это как это, шалфей куриный, думаю, что там тормозит. Если самовношиться, и укроп можно. Да, да, да. Не, шалфей, кстати, как раз-таки поедешь, наверное, там же есть. Как она, сальвия же. Ой, да, сальвия деминорм, это же самый шалфей, по-моему. Так, переходим к четвертой рюмке. Это завершающая наша европейская традиция. Четвертая рюмка, это тоже купаж, только купаж, который состоит из двух сортов белого винограда. Это ракатстели и мцваны. То есть, как было в третьей рюмке, только уже без красного винограда. Здесь технолог постарался максимально пригладить все верха, сделать чаще, чем максимально простой. Но при этом интересно за счет того, что он оставил здесь два сорта винограда белого, а не один. Из этих же двух сортов белого винограда делают очень популярное в Грузии вино, которое называется цинандали. Это белое сухое вино, которое можно найти в любом абсолютно магазине, я считаю. С таким же соотношением. 70% винограда ракатстели, 300% винограда цваны. В вине, так как вино у нас слабо алкогольный набиток, кислинка от винограда цваны чувствуется намного сильнее. Чаще же это надо все улавливать, так как это больше 40 градусов. То есть, вы сейчас будете пробовать вино цинандали, только уже в крепком варианте. Можно и так сказать. Грубо говоря, Херес, там, да? Ну, да. Мега-мега Херес. Ну, что же из белого? Все, пробуем? Да, конечно. Нет, ну, это тоже другое. Вроде простенько, да? Да, да. Как будто, знаете, черное-белое, при сравнении вот с этими. Какая-то такая, ближе к водке, что ли? Я вообще не могу, у меня мозг-то перестает уже срабатывать. В таком представляешь, что это в скорости пить. Да я еще медленно расскажу. Да. Просто когда... Говорю людям, попробуйте коктейли, а завтра, например, выходите уже на дегустацию, я вам уделю уйму времени, то есть, пожалуйста, на здоровье. Но люди, которые приехали вот только сейчас, и завтра уже уезжают, ну, что-то им рассказать надо. И там идет просто такой пулемет сразу же. Как рэп читаете, да? Можно и так сказать. Ну, и пьют одежды, просто. Не, ну, обычно это выглядит как? То есть я рассказываю сразу про все, ну, предыстория, про все, и убегаю. Все. Ну, так хорошо, что днем зашли. Ну, потому что у нас вечера реально очень много, но это ближе к 7 вечера вот так. Ну, у вас заведение популярно, как бы, в плане, в интернете, то есть мы же тоже не просто так пьем, сюда пучим, и так далее. Ну, это отлично. И раз, что больше и больше людей приходит. Да, люди рекомендуют, рекламируют, говорят, что это реально прикольно. А раньше, говорят, еды не было еще, да? Не, она была, она просто, ну, была меньше. Ну, были такие мелкие закуски, потом это переросло, как-то. Потом люди начали падать просто. Был такой случай один раз. Ну, это одно, то есть это один единичный случай из трех лет практики. Ну, такой человек просто там уходит, становится здесь на парапет, и просто такой, знаешь, привно-то. Бум! Просто вот так, он стоял вот так, и такой... Ну, есть же эффект вот у этого алкоголя виноградного, даже у вина, там, говорят, что вот в ноги дает, да, и реально падает. В таком случае, я читал, я сам такое вино один раз попробовал, было такое ощущение. Да, такое вино, да, его дамским называют. Да, да, да. Я понял, где-то, типа, в Абхазии, там. Обычно это что-то в стиле розового вино. Я готов дальше слушать. Окей. Мы закончились с европейской традицией. Сейчас мы переходим к истинной грузинской традиции. Это чачи, которые делают только одни люди, из поколения в поколение. В данном случае, это у нас третье поколение ребят, которые делают эту чачу. Делают они ее из одного сорта белого винограда, который уже вы попробовали. Это виноград только от Стелли. Просто вот здесь виноград отжимают, сок от жмыхания делили, поместили все в Квеври. Там виноград пробродил 5 месяцев. После чего отправили в самогонный аппарат, перегнали два раза, и получилась вот такая вот чача. Это крафтовая чача, которая производится всего лишь форматом 1000 бутылок за год. Каждая бутылка пол-литровая, то есть уже 500 литров всего лишь. Из этих 1000 бутылок 800, 850 плюс-минус попадает к нам в бар. Остальное остается людям для личного употребления. Ну это прям правда, скажите. Мой камер выключил. Это правда. Серьезно, правда? Да. Честно. Я не потому, что камера работает. Не, ну понятно, вам может быть это надо говорить. Не, 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 это реально правда. То есть это у нас более 40 видов чачи. Вот это вот чача, я не побоюсь этого слова, алмаз нашей коллекции. Ну то есть 40 видов, это реально уже коллекция. Вот. Мы можем себя спокойно назвать музеем чачи. Вот. А эта чача прям одна из таких топовых, можно так сказать. Ну то есть в тройку топовых она точно входит. Ну я готов к топовой чаче. Пожалуйста. Может быть тебе надо было с нее начинать, наверное, да? Нет. Нет. Самая вкусная на последок. Это вкусно. Ты хотя бы ощутил разницу. Не, не, разница идет. Реально прям. Если даже это из одной бутылки наливали, но благодаря молодому человеку она реально едет. Извините, я не знаю, когда же меня Макс вязали. Я Денис. Очень приятно. Как вы рекомендуете переходить ко второму сету? Надо поесть или не надо есть? Поешьте. Тогда давайте мы поедим. Давай, какой-то будешь бургер. Мона виноградная, купажированная. Вот эти первые две это мона виноградные, сделанные по европейской технологии. Это две купажированные, тоже сделаны по европейской технологии. И в конце это, как я уже рассказывал, грузинская технология Квэври, после чего, после перегонки Чачу, уже настойная на дубовой бочке. Отсюда начинает? Да, да. Как и до этого. А у тебя вообще темно. Да, вот я про нее говорил. Она больше всех выдержанная в дубе и более насыщенная. Супер. Спасибо.